Здравствуйте! Очень рад, что меня вновь пригласили на данное замечательное мероприятие. Большое спасибо всем, кто присутствует. Я хочу отметить, что несмотря на то, что тема эзотерическая, тем не менее я буду давать немало практических и сугубо жизненных вещей, которые, я уверен, пригодятся всем независимо от того, интересуетесь вы там духовным развитием или не интересуетесь. Ну что ж, сегодня мы поговорим о эмиграции с точки зрения эзотерики. Как уже меня представили, я являюсь практикующим светлым магом, по совместительству резидентом уже Евросоюза. Я успел за последние пару лет пожить в девяти странах, за всю свою жизнь посетил 13 стран. В рамках своей магической деятельности помог уже очень многим людям. И являюсь автором бестселлеров о светлой магии. На данный момент опубликовано четыре книги. Эту книгу заканчиваю, но, признаться, заканчиваю долго, потому что эмиграция – это процесс непростой и небыстрый. На экране вы можете видеть ссылки на мои соцсети, если вам интересно. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как выбрать страну для проживания с эзотерической точки зрения, какие нюансы стоит учитывать, какие могут быть неочевидные подводные камни, потому что только за последний год я успел не просто посетить, а пожить в Чехии, Франции, Испании. И вот сейчас я нахожусь в Польше. И в каждой из этих стран я пожил там, ну, хотя бы месяца три-четыре. Поэтому есть некоторые нюансы, которыми я хотел бы поделиться. Ну, мой рассказ в основном будет касаться именно стран Европы. Также я расскажу о том, как с помощью карт Таро, как с помощью маятника, несложных магических инструментов, можно учиться, можно познавать себя, и в том числе можно принимать какие-то решения на основе дополнительной информации, которую можно получить с помощью данных инструментов. Этот вебинар для тех, кто ищет изменений в своей жизни и тех, кто готов переехать в другую страну. Для практикующих эзотериков или для людей, которые просто ищут духовного роста. Также для специалистов по иммиграции, которые желают расширить свое понимание психологических и духовных аспектов иммиграции, потому что когда я общался с очень многими миграционными специалистами, с очень многими людьми, которые, так называемые, помогалы. Это не очень красивое слово, но тем не менее, такие есть и на просторах Европы, и в США. И очень часто многие аспекты они просто не понимают и не учитывают. Хотя они для людей могут быть крайне важны. Также для заинтересованных в сочетании духовных и практических аспектов жизни и для тех, кто интересуется взаимосвязью между местом жительства и духовной жизнью. Ввиду своей профессии я не привязан к конкретному месту и могу себе позволить, в принципе, жить где угодно. То есть я могу работать из любой точки земного шара. И для меня одним из основных критериев является именно то, насколько в месте проживания комфортно жить, насколько легко с энергетической точки зрения, какая там атмосфера. Поэтому я и выбрал в свое время Европу, хотя были варианты и других стран. Ну, кратенько расскажу перед началом о своей школе. Если вам интересно, то можете перейти на мой сайт magsarkovs.com и почитать подробно. Я занимаюсь подготовкой светлых магов. Мы учимся, мои ученики учатся у меня снимать порчи, очищать энергетику человека, изгонять темных сущностей. И я занимаюсь этим уже очень много лет. Через мою школу прошло очень много людей. И я занимаюсь популяризаторством именно светлой магии. То есть духовного развития, светлой магии. И стараюсь рассказывать о магии правду. Потому что темные маги часто идут легкими путями, что несет всегда за собой негативные последствия. Итак, давайте, наконец, начнем. Что значит искать свое место? Я в свое время когда-то, когда учился в школе, потом учился в университете, особо, честно говоря, и не помышлял о том, чтобы куда-то переезжать, эмигрировать. И, как и многие другие люди, рассматривал свое место жительства как нечто, как данность. То есть я жил в своем родном городе, в университет переехал в город покрупнее. Потом думал, ну, может быть, перееду в столицу. Ну, и на этом горизонт планирования как-то заканчивался. Но так сложились обстоятельства, что я занялся тем, чем занимаюсь сейчас. И стал общаться с многими людьми, в том числе с людьми из разных стран. И в моей голове стали формироваться идеи о том, что неплохо бы, но не съездить. Я никогда не рассматривал именно туристические поездки. Именно переехать. Для начала я рассматривал переезды в страны ближнего зарубежья. И затем вместе со своими коллегами стал всерьез обдумывать возможность переехать в страны, где воздух пропитан магией. Где есть те самые древние замки, старинные руины, поместья, которые мы видели в фильмах, о которых мы читали в книгах, и о которых многие даже, честно говоря, и не мечтают. Хотя вот я за последний год жил в поместье во Франции средневековом 15 века. Сейчас живу в гнежеской отреставрированной усадьбе в Польше. И это, скажем так, доступнее, чем может показаться. Если вам это интересно, то это может быть частью вашей жизни. Просто многие люди живут в своем маленьком мерке и не рассматривают ничего за его пределами. И приходят к иммиграции по другим причинам. Вот как раз ищут свое место в том плане, что у кого-то дети, и они беспокоятся о их будущем. У кого-то проблемы на работе, они не могут найти себя, они не могут реализовать себя, они не могут получить достойную зарплату в том месте, где они живут, и стремятся переехать либо в более крупный город, либо в более развитую страну. А кто-то просто хочет такой легкой жизни, независимости от каких-то условностей, едет там куда-то в теплые южные страны, более дешевые. Ну, это тоже есть такая категория людей, скажем так. Я к ней не отношусь. И мне, честно говоря, немного даже странновато такое слышать, когда человек из там развитого крупного города едет куда-нибудь в деревушку во Вьетнаме. Но никого не осуждаю. Каждый ищет там, где ему лучше, каждый ищет там, где его... там, куда тянется его душа. Вот, чтобы понять, как найти свое место, я бы рекомендовал вам ответить для себя на такие вопросы. Можно записать их, сделать скриншот и обдумать их в свободное время. Потому что вот так, в рамках презентации, ответить на них вряд ли получится. Это достаточно серьезные, глобальные вопросы, требующие рассуждений. Рассуждений и времени на это. Действительно ли вы живете той жизнью, о которой когда-то мечтали? В частности, о которой мечтали в детстве. Потому что детские мечты, они могут казаться наивными, но они с эзотерической точки зрения ближе всего к истинным устремлениям вашей души. Насколько вам комфортно жить в вашей квартире или в вашем доме? Потому что условия жизни могут кардинально отличаться не то, что в разных странах, даже в разных частях одной и той же страны. Если, скажем, где-то под Тверью люди до сих пор в коромыслах, с коромыслами в ведрах носят воду, чтобы там вещи постирать, то для человека из Швейцарии это что-то невообразимое. И то же самое там взять между какой-то глухой сибирской деревушкой и Москвой. И уровень жизни, и качество жизни, и условия, которые вы можете себе позволить, могут быть крайне разные. И это касается обратной стороны. То есть, может показаться, что нужно всегда ехать из бедной стороны в богатую, и все будет хорошо. Но здесь есть маленький нюанс. Я недаром задал вопрос о квартире, потому что, скажем, где-то в Париже вы можете себе позволить буквально шкаф или на Манхэттене. Есть серия видео, где парень ходит по Нью-Йорку, если не ошибаюсь, и говорит, покажите свое жилье. И там люди живут в каких-то клетушках. И стоило бы им отъехать от Нью-Йорка 200 километров в соседний какой-нибудь штат, или на другой конец Америки. Ну, если говорить об Америке, то там цены будут в 5 раз ниже, при этом жилье будет в 5 раз больше. Ну, условно, может быть, не конкретно в 5, но примерно. Потому что я рассматривал всерьез переезд в США, рассматривал Техас, Атланту, у меня там клиенты и ученики, и цены разнятся от города к городу кардинально. То же самое в Европе. Если вы живете где-то в Испании, в маленькой деревушке на юге, на берегу моря, это будут одни цены. Если вы живете в Мадриде, это будут совершенно другие цены. Но и качество жилища, качество жизни будет разным. Поэтому эмиграция это вопрос не только для тех, кто живет там в постсоветских странах. Если вы живете в Европе, вы, может быть, тоже захотите эмигрировать через какое-то время. Я когда жил в Испании, вокруг меня там такая улочка коттеджей, знаете, идиллическая пастораль, как показывают в американских фильмах с белыми заборчиками. И вокруг меня жили только британцы и немцы. Британские и немецкие пенсионеры. И они, казалось бы, из более развитых стран переехали туда из-за климата, из-за более низких цен. Так что, то, что сейчас вы, может быть, меня слушаете там в 30, 40, 50 лет, это не означает, что через 20-30 лет вы не захотите тоже переехать в более теплое место или даже в более дешевое место. Мой любимый вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши дети росли в тех же условиях, что и сейчас живете вы или что росли вы? Потому что, когда я задаю этот вопрос людям, которые об иммиграции даже не задумываются, они начинают что-то понимать. Так как, ну, будем откровенны, во многих постсоветских странах уровень жизни, уровень преступности, досуг молодежи несколько не дотягивает до общей мировых стандартов. уверены ли вы в завтрашнем дне? То есть, вот просто, есть ли у вас уверенность о том, что завтра вам будет что есть, будет где жить и что медицинское обслуживание не вызовет никаких проблем? А есть ли у вас финансовая подушка безопасности? Подушка безопасности это запас денег, на который вы можете прожить, ну, в идеале полгода. То есть, вот, увеличьте ваши ежемесячные расходы на 6, есть ли у вас такая сумма? Ну, для начала хотя бы на 3 месяца бы иметь подушку безопасности. Если у вас ее нет и вы не можете себе позволить откладывать сколько-нибудь это проблема, это высокие цены либо недостаточно высокие доходы, что вполне вероятно не ваша вина, просто в разных регионах, в разных странах разные доходы. Опять же, в странах Европы тоже не везде сахар, есть места, где высокие цены и не слишком высокие зарплаты. Непропорционально высокие цены, я бы сказал. Уверены ли вы, что государство позаботится о вас, попади вы в беду? И какие могут быть неприятные варианты? Ну, к примеру, там, человек получает какую-то травму и не может платить ипотеку. Или человек заболевает чем-то очень тяжелым и неприятным и оказывается в сложной ситуации один на один со своей болезнью. Опять же, речь идет не о том, чтобы из бедной постсоветской страны переехать в богатую и развитую. Речь о том, чтобы вы подумали. Может быть, вы сейчас живете там в США или Германии, но в Германии медицина условно бесплатна. Плюс-минус там за некоторыми нюансами, ну, страховками и прочим. Но в США медицина это вообще что-то недоступное и уму непостижимое. При этом в России, Украине, Беларуси медицина может быть не всегда такого же хорошего уровня, как, скажем, в Германии или в Израиле, но практически всегда она бесплатная. И вот я с вашего позволения приведу пример. У одного моего пожилого родственника, к сожалению, нашли тяжелое заболевание. И у моей ученицы, которая живет в Испании, у ее родственника пожилого тоже примерно в одно и то же время нашли аналогичное заболевание. И моего родственника, ну, сейчас, к счастью, устойчивая ремиссия, лечит бесплатно. Хорошее отношение, неплохая клиника. Да, пришлось поехать в более крупный город, но никаких проблем с этим не возникло. И денег это стоило практически нисколько. То есть, доехать до более крупного города, снять кое-какое жилье, ну, это ерунда. Ученица, которая живет в Испании, перевезла своего дедушку, и одна операция 20 тысяч евро. МРТ сделать еще там определенную сумму. То есть, ну, фактически можно просто продать жилье в России и отдать все деньги за лечение в Испании. Ну, в итоге так посчитали мы с ней, что дешевле было бы просто вернуться на время в Россию, там вылечиться или продолжить проходить лечение и поехать в более приемлемые условия в Испанию, потому что в западных странах, в том числе европейских, медицина может быть для вас неприятной неожиданностью. Я жил в Чехии и один из моих близких столкнулся с проблемой, требующей хирургического вмешательства. Мы россияне, а Чехи Чехи. Это не очевидно, но Чехи россиян просто люто ненавидят. Ну, дело не в россиянах, они ненавидят всех не чехов, с чем я столкнулся не раз и с чем сталкивались мои друзья из Украины в том числе, то есть они даже словаков ненавидят, насколько я помню. И отношение в больнице было просто омерзительным. То есть уровень лечения в Праге примерно как в любом постсоветском городке, что в Беларуси, что в России, что в Украине. Я жил и в Беларуси, в России, и в Украине. Уровень такой же. Оснащение плюс-минус такое же. Врачи учились там же. Просто в Чехии вас ненавидят и ну, скажем так, вместо антибиотиков вам будут назначать какой-то экстракт каштана. и можно лечь в больницу с кистой, а выйти из больницы с абсцессом и недолеченной кистой. Ну, в общем, стоит эти вопросы уточнять. Представьте свою старость. Какой она будет, если вы продолжите жить той же жизнью? Вот эта мысль меня долгое время прям пугало, потому что я жил в Санкт-Петербурге, потом купил квартиру в пригороде, перебрался туда, ну, кто был в Петербурге, КАД, и вот буквально на КАДе я купил квартиру. И я видел пенсионеров, которые в очень плохом физическом состоянии, по льду, подскальзываясь, идут в магазин каких-то дешевых товаров, потом возвращаются с кем-то сумками, тележками, на последние деньги, покупая булку хлеба и бутылку молока, меня это ужасно гнетет по сей день. То есть я помогаю своим пожилым родственникам, и к счастью не приходится никуда ходить и буквально унижаться, потому что такая жизнь это унижение, но сам я ни в коем случае такой жизнью жить не хотел бы и не хочу и не буду. Я не буду в 60-80 лет ковылять к пятерочке за булкой хлеба. Но жизнь, она идет как бы по колее. Что посеешь, что и пожнешь. И если вы сейчас работаете на обычной работе, живете в пригороде и у вас там зарплата чуть ниже среднего, у вас колея идет как раз вот к такой старости, к нищей, старости в забвении, бедности, болезнях, потому что одно дело то, что лечат бесплатно, другое дело, что этим кто-то должен заниматься. То есть при этом я приезжаю во Францию, ну честно говоря, в Польше, Латвии, Литве, Чехии пенсионеры выглядят ну получше, чем в России, но не сильно. То есть такие же сагбенные побитые жизнью старики, к сожалению. Но я приезжаю во Францию и там как выглядит пенсионер это Порш или хотя бы какой-нибудь красный кабриолет и там пожилая пара 80 лет бабушкой даже не повернется язык называть. Шикарная 80-летняя женщина с хорошим макияжем, в хорошей качественной одежде ведет свой мини-купер с откидным верхом, а рядом ее пожилой муж. Ну в Испании Испания страна бедная откровенно и доходы там невысокие, но тем не менее пенсионеры там выглядят не в пример нашим, тоже жизнерадостные, может быть не так хорошо одетые как во Франции, может быть тоже ходящие с тележками на рынок, но у них есть все-таки какая-то внутренняя искра остается, нет вот этих потухших глаз и тотальной безысходности. Я бы такого себе не хотел, я надеюсь, что во-первых сохраню как можно дольше активную молодость, во-вторых, что все-таки рано или поздно приближусь к французскому типу пенсионеров, но никак не к польскому или не дай бог российскому. Ну и важный вопрос, на который я считаю нужно отвечать себе каждый год, это где бы вы хотели находиться и чем бы вы хотели заниматься через 10, 20, 30 лет. Не обязательно ставить вот такие временные рамки, просто представляйте себя чуть более зрелым или чуть более зрелой. Условно, если вам 30, представляйте себя в 50, если вам 40, представляйте себя в 60, 70. Где бы вы хотели находиться, чем бы вы хотели заниматься, как вы будете выглядеть, сколько у вас будет денег. я долгое время обдумывал этот вопрос, я примерно представляю, чем бы я хотел заниматься в более зрелом и в более преклонном возрасте, собственно, этим я сейчас и занимаюсь, сижу в поместье, пишу книги, но когда вы находитесь в тех условиях, которые вам не подходят и которые вам не соответствуют, вот эти перспективы чего бы вы хотели и что перед вами вырисовывается в реальности, они являются очень серьезным стимулом что-то менять в своей жизни. Эмиграция как путь. Вот у меня эмиграция заняла очень много времени, я по сути начал процесс эмиграции в 2016 году и в 2017 переехал в Испанию, в 2018 вернулся из Испании, а, ну я сначала, я вообще сначала переехал в 2014 наверное году в Беларусь и уже из Беларуси, потом переехал на время в Питер, потом в Испанию, потом опять в Питер и там кучу стран я перебрал и в каждой из стран я почерпнул для себя что-то новое, в каждой из стран я что-то понял, осознал не обязательно каждому из вас прям переезжать то есть садиться в машину все бросать и куда-то ехать на совсем со всеми вещами нет, но я бы рекомендовал как минимум во-первых рассмотреть разные варианты постараться понять что для вас по-настоящему важно что для вас критически не подходит что для вас важно настолько что вы готовы потерпеть какие-то недочеты какие-то нюансы потому что идеального места нигде нет я поздно пришел к этой мысли но на самом деле важно это осознавать что нет места где все будет хорошо и все будет идеально везде есть плюсы везде есть минусы это звучит логично но осознать это на самом деле достаточно сложно потому что приезжая в какое-то место мы его сперва идеализируем а потом начинается фаза принятия и вот на фазе принятия я несколько стран от нескольких стран отказался потому что понял что некоторые моменты о них я поговорю чуть позже для меня неприемлемы и изучение информации понимание что для вас важно понимание приоритетов осознание что там тряпки которые вы скупали всю жизнь и какой-то хлам вы с собой скорее всего не заберете и что на самом деле это не важно и вот вы скорее всего возьмете с собой свою семью и какие-то по-настоящему важные ценные для вас вещи не обязательно имеющие материальную ценность это настоящий процесс это настоящий духовный путь который стоит пройти каждому на мой взгляд хотя бы раз в жизни теперь давайте поговорим о месте жительства и о духовном развитии есть разные точки на планете наиболее популярные направления куда люди переезжают я вот например не слышал чтобы кто-то переезжал в Танзанию или там в Албанию есть вполне конкретные страны Евросоюза куда все стараются попасть есть вполне конкретные страны Азии куда многие ездят или где какое-то время люди живут есть США Канада Австралия Япония но это уже более редкие варианты и в каждой из этих стран есть свои нюансы именно духовной жизни с точки зрения магии именно чувства магии разлитого в воздухе мне рекомендовали больше всего Британию там живет мой хороший друг работает преподавателем в УЗИ в Британии я к сожалению пока не был из-за сложностей с визами сейчас мне их проще получить но тем не менее пока не до того но я думаю что на втором месте после этого стоит Франция Франция по-настоящему волшебна Франция по-настоящему прекрасна и Франция совершенно не подходит для жизни по крайней мере для моей потому что именно во Франции несмотря на огромные плюсы несмотря на то что это прекрасная страна которая отвечает всем моим требованиям в плане духовного развития в социально-экономическом плане вообще непригодна для жизни ну по крайней мере если вы зарабатываете деньги не во Франции я не буду сейчас расписывать плюсы и минусы каждой из стран у меня просто к сожалению не хватит на это времени но если вы чувствуете себя в стране прекрасно но в соседней аренда продукты какие-то хозяйственные вещи стоят втрое дешевле то ну наверное стоит ехать в страну где что-то стоит втрое дешевле а в красивую прекрасную страну стоит ездить но тем не менее совсем уж в какой-то атмосфере деградации или атмосфере антидуховность если можно так выразиться я бы лично жить наверное не смог вот я ощущаю нечто подобное в Германии и это прям тяжело то есть я каждый раз посещая Германию испытываю огромное напряжение у меня ощущение что вокруг какие-то напряженные роботы может быть я не прав может быть это субъективно но стоит учитывать именно то как вы себя в стране будете чувствовать будет ли вам комфортно ну давайте теперь поговорим о практических аспектах иммиграции у меня к сожалению осталось не так много времени но мы постараемся успеть я выписал себе на маркерную доску важные нюансы ну первое цены о чем я уже сказал при этом я рекомендую всегда заходить на сайт Numbeo можете по-русски ввести в гугле Numbeo вам выдаст нужный сайт и там отображаются актуальные цены средние на аренду жилья покупку жилья бензин рестораны продукты на какие-то отдельные товарные категории и цены там более менее актуальны но за последний год многое изменилось и хотя цены там актуальны но допустим цены на жилье там актуальны относительно объявлений но пойди еще попробуй сними по этим объявлениям потому что в Польше допустим вот сейчас один из моих близких снимал квартиру и он звонит ему говорят мы сдаем только полякам или он звонит объявление опубликовано час назад он звонит через час после публикации объявления квартира уже сдана то есть это происходит настолько быстро что человек публикует объявление в определенном боте в телеграме они общедоступны приходит оповещение человек тут же звонит говорит я снимаю вашу квартиру через полчаса приезжает отдает деньги и заселяется дело в том что приехало очень много людей и рынок недвижимости просто разрывается и сейчас в Варшаве цены ну к сожалению сопоставимы с французскими при том что во Франции средняя зарплата 3-5 тысяч евро ну такой большой разлет потому что все таки разные зарплаты но в целом вот 3-5 тысяч евро это реалистичная зарплата для Франции для Польши реалистичная зарплата это 700 тире 1200 евро при этом цены на жилье стали сопоставимыми но в Польше все остальное в 3 раза дешевле пока еще поэтому все же там жить дешевле дальше безопасность страны Европы славятся своей безопасностью и все мы выходцы из постсоветского пространства привыкли к тому что ну если мы уж приехали куда-то в Евросоюз то ну это ж вам не Саратов в конце концов но есть страны есть города отдельные где может быть юридически и статистически там низкое количество насильственных преступлений низкая преступность но когда вы идете вечером по городу а вам навстречу толпы чернокожих эмигрантов в не очень трезвом состоянии вам статистика ну вот душу совсем не греет поверьте мне на слово то же самое вот в Барселоне в предыдущем выступлении упоминалось Барселона вот я во всей Испании чувствую себя прекрасно кроме Барселоны именно из-за уровня преступности то есть ну я вырос в достаточно специфических местах и в целом чувствую себя комфортно но я просто побоялся бы вечером там ребенка отправить на улицу или девушку в магазин условно и в таких обстоятельствах как вообще можно жить в стране где вы не чувствуете себя защищенным менталитет важный нюанс который стоит тоже учитывать заранее читайте смотрите видео смотрите видео негативные потому что позитивные они все вот заходите на какой-нибудь канал Орла и Решки там все так классно все здорово у Птушкина тоже красота а на заднем плане там какие-нибудь наркоманы ставятся запрещенными веществами поэтому смотрите видео там минусы такой-то страны проблемы такой-то страны менталитет ну в общем послушайте как страну ругают потому что хвалить ее будут все ругают единицы и именно негатив о стране даст вам хоть сколько-нибудь полную картину потому что все что мы читаем написано либо нейтрально либо положительно и вот скажем в Испании я уехал из Испании в этом году в феврале я уехал из Испании сейчас июнь приехал я в Испанию где-то в октябре в октябре я подал заявку на прописку то есть просто прописаться и мне спустя 7 месяцев пришла прописка то есть прописка делается 7 месяцев если вам такой ритм жизни не очень подходит то вероятно Италия и Испания и Греция и вообще южные страны это не совсем ваше если вы не хотите годами собирать каждый чек и по коробкам их рассортировать и за месяц там приглашать человека для подключения интернета вам может не очень подходит Германия в плане менталитета в целом постсоветские и прибалтийские страны ну наиболее близкие друг к другу поэтому в Польше я плюс-минус чувствую себя комфортно но скорее потому что в Польше сейчас русскоязычных чуть ли не больше чем поляков и с поляками я вообще практически не сталкиваюсь поэтому опять же изучайте менталитет постарайтесь понять что ощущая свое бессилие когда вы разговариваете вот просто с тупым клерком который не хочет работать вот вы ему говорите я хочу подключить интернет а он над вами смеется я вот в Испании в первый приезд месяц пытался подключить интернет я 30 дней каждый день ездил в офис провайдера и к концу надо мной просто смеялись а вы же не можете как-то силу применить к человеку когда у вас нет документов ну и в целом это Европа цивилизованная страна и а вот что делать только вот опять же как упоминалось ранее обращаться к каким-то посредникам помогалам но это все деньги и ну хотелось бы хотя бы какие-то банальные вопросы иметь возможность решать самостоятельно климат ну тут думаю понятно нужно осознавать что если вы плохо переносите жару то плюс 40 лет это не очень хорошо и важный нюанс стоимость отопления допустим в Испании можно снять домик за 600-700 евро ерунда только вот коммунальные платежи будут еще 600-700 евро об этом обычно не предупреждают и там говорят коммуналка будет 300 будет если не включать отопление и спать в пальто а вообще мы к этому непривычны ну о медицине я уже сказал уровень цивилизации то есть есть ли там магазины которые вам интересны какой-то уровень досуга кино кафе рестораны выставки музеи концерты доставка продуктов доставка каких-то электронных товаров возможность отремонтировать автомобиль то есть автосервисы какие-то в целом услуги это все кажется само собой разумеющимся но большая часть Европы застряла году это к 2003 то есть то к чему мы привыкли либо отсутствует либо находится в зачаточном состоянии и если вы хотите сделать условно маникюр то в Польше этой проблемы не будет а вот где-нибудь в Франции пойди найди специалиста и стоить это будет раз в 7 дороже теперь давайте поговорим о эзотерике и принятии решений с точки зрения магии с точки зрения каких-то оккультных практик таро это колода из 78 карт старшие арканы с изображениями и младшие арканы с цифрами ну в некоторых колодах тоже есть изображения использовать таро может любой новичок для этого по сути ну желательно конечно пройти какое-то обучение приобрести курс кстати на моем сайте это можно сделать но в целом вот для совсем уж базовых раскладов достаточно просто взять книжку которая идет с колодой таро я рекомендую либо таро висконти либо таро уэйта либо марсельская таро это лучшие варианты для начинающих это наиболее простые и сильные колоды прямо в колоде прямо в коробочке обычно идет книжка или бумажка с краткой расшифровкой карт и с несколькими раскладами если нет просто купите отдельную книгу допустим таро уэйта расклады или там таро уэйта значение карт значение карт одной колоды плюс-минус универсальное то есть вот марсельская уэйта и висконти если вы найдете значение уэйта оно будет подходить и к остальным если значение висконти то то же самое с более современными колодами такое может не получиться потому что там могут отличаться значения карт и вот с помощью карт таро вы можете попробовать сделать небольшой расклад и посмотреть что будет вас ждать на новом месте рассмотреть несколько стран допустим посвятить неделю изучению скажем Германии если вы хотите туда переехать почитать подумать поразмыслить какие нюансы могут быть какие неочевидные факторы стоит учитывать и задать таро вопросы сейчас я приведу несколько примеров простых раскладов таро которые могут вам в этом помочь самый простой расклад это расклад на 3 карты они бывают разные но выглядит это все так вы тасуете колоду переворачиваете карты в том числе тасуя колоды чтобы были и перевернутые тоже хотя в некоторых магических системах таро не переворачивается и рассматриваются только прямые карты я рассматриваю и перевернутые но вы можете рассматривать только прямые это немного проще Выкладываете на стол, случайным образом достаете карты из колоды Я обычно раскладываю их перед собой веером и случайно вытаскиваю одну за другой Кладу первую, кладу вторую, кладу третью Убираю остальную колоду, откладываю и переворачиваю карты в том же порядке И эти карты будут отвечать на ваши вопросы Расклад заключается в том, что вы задаете вопрос, к примеру Здравствуй, Таро, что меня будет ждать в плане личной жизни, если я перееду в Германию в течение года? И расклад может быть одним из следующих К примеру, первая карта это первый выбор, вторая карта второй выбор, третья карта третий выбор Это если вы рассматриваете три страны Что меня ждет в Германии, что меня ждет во Франции, что меня ждет в Италии И открываете карты Это очень короткий и очень ограниченный способ Но это неплохой вариант, чтобы начать изучение Таро Потому что по одной карте, понятно, будет мало информативно, но какую-то информацию вы получить можете И вот вы открываете карту и читаете ее значение Желательно найти значение, именно касающееся вашего вопроса То есть погуглите или посмотрите в книге Значение карты Луна в плане переезда Что-то такое Значение карты двойки Пентаклей в плане переезда И вот вы будете примерно понимать, что вас ждет дальше Это один расклад Вы не можете рассматривать отмеченные звездочкой четыре расклада Это разные расклады, в одном их проводить нельзя Записали, расшифровали, записали расшифровку, обдумали Убираем карты, перетасовываем заново Раскладываем снова три карты И вот они могут означать, что вы думаете, первая карта Вторая, что вы чувствуете Третья, что вам нужно делать И, к примеру Здравствуй, Таро Я хочу переехать в Испанию И вот Таро рассказывает, что вы думаете об этом Что чувствуете вы по этому поводу И что вам нужно делать, чтобы переехать То же самое Убираем карты, записав все Проведя расклад Тасуем Ситуация, препятствие, совет Первая карта Ситуация, о чем идет речь Вторая, что вам препятствует И третья, совет, который вам дают карты Третья, возможности Последний вариант расклада на три карты Первая карта Возможности Что вы можете сделать из текущей ситуации Вторая, трудности Какие трудности есть сейчас Или какие могут вас подстерегать И исход К чему приведет данная ситуация Более сложный расклад На шесть карт То есть То же самое Тасуете Все очень просто И выкладываете Одну за другой Вот в этом порядке Как вы видите на экране От первой По шестую И переворачиваете Карты по одной Я рекомендую записывать Какая карта была в какой позиции Перевернутая Или прямая Потому что можно забыть Можно что-то сдвинуть Потерять Можно даже фотографировать На всякий случай И потом На шесть карт Это уже такой Достаточно сложный расклад Выясняете Что карты Хотят вам сказать На шесть карт Это уже Единственный вариант Расклада Расклад именно на эмиграцию Хочу отметить Что если вы не занимаетесь Магией Эзотерикой Духовным развитием То На первых порах Больше Двух Трех Легких Или одного Сложного расклада За вечер Проводить не стоит Потому что Вы будете ощущать Опустошенность Расклады Таро Требуют Энергетических вливаний То есть Вы тратите Энергию Эквивалентную Как если бы Вы яму копали В процессе Или там Вагон разгружали Что означают Эти Карты Первое Истинная причина Переезда Почему вы на самом деле Хотите переехать Второе Сможете ли вы найти Работу на новом месте Третье Будут ли у вас Проблемы со здоровьем После переезда Четвертое Ваше финансовое положение На новом месте Пятое Обретете ли вы Счастье во время переезда После переезда И шестое Надолго ли вы Задержитесь на новом месте Это на мой взгляд Наиболее Полный И актуальный Расклад Касающийся Эмиграции Еще один вариант Это использование Маятника Это совсем уж Простой Примитивный Инструмент Маятник Обычно Представляет собой Небольшой Кристалл Подвешенный На цепочке Или на веревочке Это может быть Любой камень И строго говоря Даже любой Просто натуральный Предмет Но начинать лучше Все таки Из кристалла Кварц Горный Хрусталь Что-то такое Ну наиболее Наверное Универсальным Будет Горный Хрусталь Если вы покупаете Маятник Самостоятельно Чтобы маятник Использовать Его нужно Положить на Блюдце Блюдце С маятником Положить Под струйку Холодной Воды Под кран И чтобы Ну минут Двадцать Хотя бы Маятник Под струей Воды Полежал Он очистится Таким образом В соль Его запихивать Не нужно Это вредно Потом Вытираете Маятник Зажигаете Свечу Здоровайтесь С огнем Здравствуй Огонь Пожалуйста Помоги мне Очистить Этот маятник Это нужно Сделать Часа через два Или на следующий День лучше После того Как вы почистили Маятник Водой Держите Маятник И несколько Раз проводите Им в пламени Свечи Благодарите Огонь Вытираете Маятник Кладете Его В центр Своей ладони Если вы Правша Правой Если левша Левой Если знаете Какая рука Дающая В центр Ладони Дающие руки И вливаете Энергию И Просто В свободной Форме Просите Кристалл Помогать вам Отвечать На вопросы Чтобы Его Использовать Вам нужно Держать его У меня к сожалению Под рукой Сейчас нету Что-то Не подумал Взять Одну А вот Маятник И Каждый раз Перед тем Как его взять Говорим Здравствуй Маятник По часовой Стрелке Да То есть Он будет Вращаться Вот таким Образом По часовой Стрелке Представьте Что часы Часы Лежат Под маятником Циферблат Смотрит Вверх И вот По часовой Стрелке Да Против Часовой Нет Говорите По часовой Стрелке Да Против Часовой Нет И задаете Вопрос К примеру Здравствуй Маятник Скажи Пожалуйста Буду ли я Счастлив Если в течение Года Перееду В Германию Ответа Нет То есть Маятник Не крутится Вообще Это значит Что Вероятности Такого События Нет Либо Он Не знает Ответ Иногда В такой Ситуации Он Вращается Двигается Вперед Назад Должен Вращаться Давайте Задаем Более Реалистичный Вопрос Никогда Не проводил Подобное В онлайне Так Здравствуй Маятник Скажи Пожалуйста Буду ли я Счастлив Если Вернусь Во Францию В течение Года Ну Маятник Маятник Двигается Против Часовой Стрелки По Небольшой Амплитуде Но В целом Это Для меня Заметно На камере Может быть Видно Не очень Хорошо Очень Простой Инструмент Рекомендую Приобрести Это Буквально Примитив Это Самые Первые Магические Шаги Но Они Могут Очень Помогать Это По крайней Мере Способ Даже Если Вы Ни во что Не верите Это Способ Просто Поразмыслить Посмотреть На ситуацию С разных Сторон Я С помощью Маятника Покупал Все свои Автомобили Как ни Странно У меня К сожалению Практически Не осталось Свободного Времени Не осталось Времени Трансляции Но Может быть Я успею Ответить На какие То Вопросы Так Саргаса Послушаешь Послушаешь И решишь Что Нас И здесь Неплохо Кормят Ну Просто Серьезная Ошибка Многих Эмигрантов В том Что Они Рассматривают Переезд Как Какой-то Путь К лучшей Жизни Но На самом Деле Эмиграция Это Часто Путь Сопряженный Со снижением Уровнем Жизни И Ухудшением Общих Условий Жизни По крайней Мере В первые Несколько Лет Как Вы Считаете Всегда Летаро Говорят Правду Ну В моем Случае Они Не ошибались Ни разу За исключением Одного Случа Я Делал Расклад Девушки И Она Ну В принципе Вот Как я Говорил Жила Там По Определенной Колее Но В определенный Момент Просто У нее В голове Что-то Щелкнуло И Она Решила Кардинально Изменить Свою Жизнь Сменила Работу Переехала В другой Город Рассталась С предыдущим Партнером Ушла К другому И Это Произошло Единовременно Буквально В один День Просто Потому Что Ей Кто-то Там Из Знакомых Что-то Сказал И В таком Случа Расклад Был Неактуален Но В целом Если Загадывать Вопросы На полгода Максимум На год Лучше На полгода На самом деле То Обычно Все-таки Таро Плюс-минус Показывает Полную Картину Как Справляетесь С Самоподыгрыванием Люди Силы Могут Управлять Маятником А стоит Просто Абстрагироваться От своих Желаний То есть Если Я Держу Маятник И Хочу Переехать Во Францию И Ответь мне Так Как я Хочу Но Нужно Просто С равнодушием На это Отвечать Ну что Ж Вопросов В принципе Больше Нету Большое Спасибо За Приглашение Рад был Выступить Редактор субтитров